всем привет сегодня хочу вам показать одну из ренемашек даже две у меня попалась ренемашка с очень вялыми листочками и нужно ее восстановить это очень красивая орхидейка телеодора и нужно ее восстановить орхидейку которую я спасала с помощью лака для ногтей всем интересно посмотреть эксперимент наверное сначала с этой орхидейки которую с помощью лака для ногтей спасала вот она видите вот ее корешочки видите корневая намазала не фитоспорин фитоспорином не максимом а лаком для ногтей обыкновенным ведь она выпустила молоденький листочек корни у нее хорошие восстановились здесь видите какие они на концах ну дождать новых корней у нее было все нормально а потом она начала выше подгнивать и пришлось и намазать выше но она держится все у нее хорошо на выживет красивый орхидейка бихлип фиолетовый а сейчас будем восстанавливать вот такую дряблую леодору смотрите какой листик скрученный скрученный видите как скручивается такой нормальной орхидеи попробуй так скрутить листики да никогда не скрутишь а это эти какая дряблая леодорчик корневой у нее нет ведь один пошел корешок пустил вот но это он уже у меня пустил и вот этот был видим черный так надо срезать шейку желательно срезать обработать тоже ее лаком для ногтей как мы уже проверили результат очень хороший не надо искать какие-то препараты все легко и просто делается секатор я обработала сейчас по обрезаем лишнее срезать бы этот пенечек наверно таки сделала он сухой посмотрите внутри сухой толку от него цветонос бы средствите сухой сухой не стоит и держать его я эту орхидейку когда мне принесли подержала влажным хем неплохо видите результат все таки пошел вот почка набухла корнил корнил корешок пошел в рост ведь раскуплялся что ну так не видно 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 и с этой стороны вот корешочки тоже пошли в рост ведь а сейчас надо спасать ее листовую систему так как этот центральный листик который начал расти тоже очень вялый и дряхлый для начала так мы обрезали это все мы обработать перекисью водорода прямо из бутылочки чуть-чуть все она даже не шипит так как сухой корешок чуть-чуть пошипела я к живому старалась не дотрагиваться а теперь готовим препарат вода у меня с фильтра набирала вчера берем одну капельку hb101 этот препарат лучше всех препаратов кому интересно попробуйте не верит а кто верит уже пробовал те знают так протираю листочки с двух сторон и поставим эту орхидейку на укоренение так как ей не помогло стоять во мху мы сейчас поставим по другой системе здесь я просто так промокну так как пошли в рост корешочки смотрите какая красота тут обрезать больше нечего вообще следующее мы делаем берем лак для ногтей обыкновенный любой какой у вас есть у меня данном случае этот и обрабатываем вот эти места которые я обрезала и черные вот этот корешочек дотрагиваться не нужно этот можно обработать и тем черный и с этой стороны очень хорошее хорошее средство замечательно попробуйте всем понравится подсушивает хорошо и не идет гниение все я обработала больше обрабатывать не надо в лучшем случае надо было обрезать цветонос ну я не знаю посмотрю еще надо обрезать надо мне жалко он набухла уже почечка попробуем восстанавливать цветонос здесь у меня мох лежит наверное таки оставлю беру этот препарат который я сделала смело выливаю сюда беру орхидейку помещаю ее вверх ногами ее все замачивать не надо только самые кончики листочков можно было на время положить не надо вот так видите теперь мне нужно взять пакетик и накрыть сверху мою орхидею сделать ее тепличку а здесь я и сделаю дырочку для воздуха все и вот так я оставлю свою орхидею и посмотрим сегодня 9 марта посмотрим когда она восстановит свой турбер я вам буду показывать рассказывать про эту орхидейку я ее ставлю на окно все обе орхидейки я поставила на окно и это что я вам показывала и которая восстанавливает тургорреа будем следить за их состоянием что с ними будет происходить дальше буду рассказывать и показывать спасибо всем за внимание всем удачи всем пока а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok